И вновь невероятное пришлось испытать на себе пациентом Рыбицкой больницы. События уже рассказывали о вопиющем случае, когда доктора не оказали вовремя помощь пожилой женщине, в тяжелом состоянии отправив больную домой. И вот еще одна жертва. Мужчина 7 часов истекал кровью, перенес две клинические смерти и впал в кому. Что все это время делали врачи и теперь разбираются члены комиссии и Анатолий Бородкин. Не доценена тяжесть состояния пациента и прогноз течения заболевания. Упущено время. Сухие строчки заключения экспертов приговор, который вынесли врачи пациенту. Улыбающийся солидный мужчина в кругу семьи Николай Юрьев. 46-летний бизнесмен из Ирбита никогда не жаловался на здоровье. Работал по 16 часов в сутки. В январе этого года у Юрьева случилось кровотечение в желудке. Мужчина поначалу даже противился приезду скорой помощи, вспоминает брат. Но все же поддался уговорам жены. Он ушел своими ногами из дома. Ему предлагались носилки в связи уже с тем, что у него давление уже начало падать. И он уже плохо себя чувствовал. И он отказался. Врач-хирург, дежуривший в больнице, вместо палаты интенсивной терапии направил пациента в общую. Там Николай Юрьев исходил кровью в течение 7 часов. Врачи все это время ставили ему обычные капельницы с витаминами, все больше и больше увеличивая циркуляцию крови. Медики опомнились, когда человек был уже при смерти. Он теряет сознание, резко ухудшается состояние, его поднимают в реанимацию. Начинаются реанимационные мероприятия. На фоне вот этих реанимационных мероприятий в 13, 3 часа, 3, 50 минут у него зафиксирована первая клиническая смерть. Далее следует вторая клиническая смерть. В реанимации Николая Юрьева вводят в состояние искусственной комы, из которой он уже не выйдет. Без надежного больного ирбитские врачи отправили умирать домой. 5 месяцев на глазах родных единственный кормилец семьи медленно угасал. Попытки медиков из института мозга вывести мужчину из комы ни к чему не привели. Не приходя в сознание, он умер. Главный врач горбольницы и его заместитель прямо перед нашим приездом спешно отправились в командировки, даже не закрыв свои кабинеты. Заведующий хирургическим отделением Гусейнов к цивилизованной беседе также не готов. Набегавшись по этажам и коридорам больницы, господин Гусейнов все же вспомнил пациента Юрьева. Но смотреть в глаза родным ему, видимо, невыносимо. Состояние на фоне проводимой лечения ухлучилось и подняли в реанимацию. И все. Что могу вам сказать? Семь часов лежал истекал кровь у человека. Так вы можете не уходить от нас. Вы уходите от нас. О смерти пациента в Вербитской больнице уже знают в областном Минздраве. Министр здравоохранения заявил, что персонал и руководство лечебного учреждения далеко не на хорошем счету. Главврач уже получал выговор полгода назад. За подобное проявление халатности он и вовсе может лишиться своего кресла. Вы же понимаете, что если главный врач получает от министра выговор, то это называется такая черная метка. Второй получит выговор, и он уже не будет главным врачом. Вдова Николая Юрьева Наталья, приходя на могилу к мужу, часто думает, как объяснить трехлетней внучке, что дед ее больше не обнимет. И как сейчас внушить ребенку доверие к людям в белых халатах. Анатолий Вороткин, Михаил Медведев. События ОТВ.